Иное измерение русской культуры Семен Яковлевич Натсон Partie de plaisir Очерк Читает Евгений Бразов-Брышковский Последняя лодка причарила к берегу, тихо стукнувшись о зыбкий плод, и высадила своих пассажиров. Было уже за полночь и на воздухе, в особенности вблизи воды, над которой бродил и сыпался, как вата туман становилась свежо и сыро. По-деревенски давно было бы уже пора ложиться спать, но общество, воротившееся с шумного пикника и до сих пор еще полное оживление и веселости, медленно расходиться по домам. Очень уж хороша была темная и звездная ночь догорающего лета с бледно-палевой полоской зари за рекой, с бесформенной черной массой скученных изб соседнего села и неясными силуэтами двух-трех крылатых ветряных мельниц, выступавшими несколько в стороне от села на холме. «Посидимте, господа, под елками!» предложила Надя из Томина, дочь гостеприимного хозяина мызы Дидвина, огни которой светились сквозь густую зелень сада. «Поздно, Надин!» нерешительно, видимо. Исполняя только свою обязанность, попробовала было возразить компаньонка Нади. «Большинство дам в русских костюмах долго ли простудиться?» «Что за поздно, Аделейда Сергеевна!» живо отвечала Надя. «Успеем выспаться. А что касается до простуды, то я ее, во-первых, не боюсь, а во-вторых, у меня есть ватерпруф. «Ты только о себе думаешь, Надя!» наставительно заметил я и брат ее, студент. «А что скажет, например, Марья Николаевна?» «Я не прочь!» лениво проговорила в ответ высокая и полная блондинка, «если только мой кавалер, и она кивнула головой на красивого статного юношу-гимназиста, согласится дать мне свое пальто». Пальто немедленно было наброшено на ее вздрагивающие плечи, и общество расселось вокруг деревянного стола на скамьях под густым навесом четырех елок-близнецов, далеко распространявших в сонном воздухе свой приятный смолистый запах. Скоро прерванный разговор возобновился. Брат Нади, Алексей Николаевич, высоким тенором затянул Коль Славин. К нему присоединились два-три женских голоса, Потом в аккорд влилась баритонная нота молодого офицера, вначале не хотевшего было петь, потому что не ему пришла в голову эта мысль, и что не он, попреки обыкновению, первым запел. Не выдержал, наконец, и доктор, и его мягкий молодой бас сразу скрасил и оттенил небольшой хор. Красными огоньками во тьме сверкнули папиросы. Аделаида Сергеевна о чем-то интимно беседовала с другой пожилой дамой, Смирницкой, чуть ли не о нервах и мигренях, а несколько в стороне от собравшегося общества, на бревнах, грудой наваленных тут для какой-то постройки, вся закутавшись в шинель, полулежала в красивой позе Марья Николаевна, и у ног ее высокий гимназист. А здесь беседа шла шепотом, с долгими паузами и подчеркиваниями некоторых слов. «Я положительно не могу называть вас Валерьяном Валерьяновичем», говорила Марья Николаевна. «Это как-то странно звучит. Вы еще мальчик?» «Зовите меня Валей», — живо отвечал гимназист. «Это звучит менее странно и для моего уха более приятно». «А знаете что, месье Валя, вы не обидитесь?» «На вас, будто это возможно». «Ну, смотрите же. Знаете ли вы, что вы таки порядочный фат, и в самом дурном смысле этого слова?» «Да, фат и фат». «Марья Николаевна». «А, видите? Ну, значит, и на меня можно обидеться». «Но вы не горюйте, что вы фат. Вы очень красивый мальчик. И к вам это идет. И я не понимаю, как могло бы быть иначе. Ведь вы знаете, что вы красивы. Еще бы не знать, я не институтка, и не вы. Вот вы тоже знаете, что вы красивы, и что вам ничего не стоит влюбить меня в себя. И однако делаете вид, что не замечаете впечатления, которые на меня производите. «А вы влюблены?» «Влюблен». «Очень?» «Очень». «Влюбленный Бебе. Это интересно». И она рассмеялась с звонким, несколько деланным смехом. «Бедный. Он влюблен? Расскажите, пожалуйста», – с кокетливым оживлением продолжала она, – «как вы влюблены? Постойте, дайте мне усеться удобнее». «А вы мечтаете? Вы бродите ночью мимо моего окна? Видите меня во сне? Да? Ну что же вы?» Но Валерьян молчал. Его беспокоил и смущал изящный башмачок Марьи Николаевны с переменной позы, пришедшейся почти над его плечом. «Месье Валя, да отвечайте же, когда с вами говорят. Ах, пардон, я вас, кажется, коснулась ногой». «Вам смешно? Что же я буду вам отвечать?» Сердито проговорил он, отвертываясь. «Нисколько, уверяю вас. Первая любовь. Это должно быть так прекрасно, так идеально. Я вам кажусь бесплотным ангелом, да ведь? Да? Ведь вы, – и она понизила голос, – любите идеально. Платонически, не так ли? Терпеть и ждать могу я. Не нужно мне ни ласки, ни поцелуя. «Вы отлично знаете, что я не дитя», – проговорил Валерьян. «Ага, браво, месье Валя. Так вам нужен поцелуй? Да? Так сразу-таки и поцелуй. Марья Николаевна, что вы со мной делаете?» Дрожащим голосом отвечал он, сжимая руки. «К чему вы так шутите?» «Нет, вы многого захотели», – совсем шепотом медленно заговорила она, не слушая его. «Слишком многого. Но руку? Надя, целуйте. Только скорее, чтобы никто не увидел». И полная обнаженная рука красавицы как-то бессильно отдалась его горячему, сумасшедшему поцелуя. «Ну, довольно, до завтра», – быстрым шепотом кинула ему Марья Николаевна и, встав, как ни в чем не бывало, подошла к гостям, сидящим за столом. «Что вы, господа, похоронный марш какой-то затянули? В такую-то ночь, доктор Алексей Николаевич, спрятался месяц за тучки, пожалуйста». И веселая цыганская песня грянула над спящим садом. «Спрятался месяц за тучку, Больше не хочет гулять. Дай же ты мне свою ручку Копылка нам в сердце приезжать. Что нам до шумного света, Что нам, друзья и враги, Было бы сердце согрето, Жар взаимной любви с другими». Не окончено. Читано по изданию. Полное собрание сочинений Семена Яковлевича Натсона под редакцией Марии Ватсон. Том 2. Петроград. Издание «Товарищество Маркс». 1917 год. Петроград. 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 Петроград.